Так, ну что, давайте посмотрим дальше, что нам было заказано. А нам заказали видео, которое называется «Что такое феминизм?». Всё, что вы хотели узнать. Вот, мы хотели узнать, что такое феминизм. Хотели, вот сейчас мы узнаем. Да, я напомню, что, согласно моим взглядам, феминизма хорошего не бывает. Да, то есть очень многие критики феминизма современные, они считают, что первые две волны феминизма, они были хорошие, а третья волна – это какой-то пиздец. А вот я считаю, что хорошего феминизма не было никогда. Ни первая, ни вторая, ни третья волна феминизма, они лучше бы не существовали. Почему? Почему? Как это аргументировать? А потому что солидаризация на основе близости гениталий, схожести гениталий, или там хромосомного ряда, или гендерного самоотождествления – это всё равно, что солидаризация на основе знака зодиака или общности этнического происхождения. То есть это всё для субъектов низшего порядка. Потому что люди высшего порядка, как я вижу эту дихотомию, они солидаризируются на основе тождества взглядов, мировоззренческих установок, тенденций развития личности. А вот всякие плебеи, дегенераты, идиоты, и сволочи, значит, выврожденцы, они как раз солидаризируются либо на основе своего классового происхождения, либо на основе своего этнического происхождения, либо на основе знаков зодиака, либо на основании того, что вот у кого-то между ног пениса, а у кого-то влагалище. Поэтому не бывает хорошего феминизма. Как не бывает хорошего нацизма, как не бывает хорошего социализма. То есть, что такое феминизм? Феминизм это гендерный социализм. С таким же успехом, кстати, можно делить общество на людей по знаку зодиака. То есть, провести какие-нибудь статистические исследования, в результате которых можно выделить, что среди богатых людей, успешных, больше людей, например, преобладают люди с определенными знаками зодиака. А вот люди с другими знаками зодиака, они статистически, значит, попадают в другую социальную категорию. Всегда есть, конечно, свои исключения, но статистическую корреляцию можно выявить даже по этому параметру. Ну и, соответственно, на основе этого можно сделать вывод, что там, не знаю, какие-нибудь львы и скорпионы, они угнетают там козерогов, например. Давайте бороться за права козерогов. Что такое феминизм и зачем он вообще нужен? Феминизм — это гендерный социализм, который нужен как одна из форм целенаправленного самоуничтожения социума, наряду с другими прекрасными идеологиями, такими как нацизм и коммунизм и либеральная демократия. То есть, это продукт вызревших цивилизаций, которые хотят погибнуть, как хомячки-лемминги. Феминизм — это совокупность движений, направленных на борьбу с сексизмом и другими системами дискриминации, с которыми сталкиваются женщины. Ну да, но поскольку сексизм и патриархальный уклад являются основой, фундаментальной основой большинства современных обществ, то, в общем-то, мы можем рассматривать феминизм как некое движение борьбы, направленное на разрушение самих этих обществ, либо на их реорганизацию в эгалитарном ключе. Вообще, феминизм подразумевает солидаризацию на основе схожести гениталий, хромосомного ряда и гендерного самоопределения в этом проблема. То есть, это как бы гендерный социализм. Есть разные формы социализма. Есть интернациональный социализм, который ставит своей целью уничтожение различий между нациями, социальными классами и так далее. Есть национальный социализм, который также стремится к построению гомогенного социального организма, но в основном через уничтожение людей с фенотипом, который отличается от заданного эталона. То есть, с другой стороны, движения, которые назывались интернационально-социалистическими, они в 20 веке также на практике проявляли дискриминационную политику в отношении определенных этнокультурных групп, что, в частности, выражалось в локальных геноцидах, насильственном переселении народов и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, цель любого социализма – это построение максимально гомогенного социального организма, максимально гомогенизированного общества. То есть, общество, которое максимально лишено любых внутренних различий и противоречий. Да, спасибо. Музыку послушаем. Ну, смотри, претензии ко внешности, они носят достаточно поверхностный характер, потому что в мире очень много некрасивых людей, да, и как бы, ну, и, в общем-то, сам себя я тоже особо красивым не считаю. Ну, и, как бы, далеко не все эти люди, они идиоты. По поводу, значит, того, что она думает и как она думает. Ну, я иногда сомневаюсь, что, в принципе, люди таких взглядов способны думать. Почему? Потому что они не думают на самом деле, у них нет самостоятельных мыслей. Они просто слепо воспроизводят алгоритмы современной леволиберальной идеологии, левой социологии, которые максимально, в общем-то, ну, на Западе распространены, в частности, да. То есть, как некий главный источник вообще, откуда эти взгляды ретранслируются. Поэтому тут нет процесса самостоятельного мышления. Есть просто процесс воспроизведения, как бы, идеологии, которая содержится в книгах по современной левой социологии. То есть, мировоззрение современных SJW, оно абсолютно такое идентичное, да. То есть, они одинаковые, как патроны, которые вот с одного конвейера выпускаются. Поэтому там нету даже пространства, куда, в принципе, можно втиснуть было бы самостоятельное мышление. Потому что, если ты такое пространство для себя находишь, и ты начинаешь высказывать какие-то мысли, которые противоречат вот этому левому-леволиберальному дискурсу, то все, тебя просто выписывают из движения, да. Ты подвергаешься шквалу критики со стороны, как бы, своих еще коллег, недавних коллег по вот этому вот, как бы, комьюнити эголитарному. То есть, тут нету даже, в принципе, не подразумевается, что у тебя должно быть какое-то пространство для самостоятельных мыслей, самостоятельных идей, которые бы отличались, да, от тех идей, которые содержатся во всей этой литературе, и которые отличались бы от тех трендов, которые присутствуют в современном SJW-движении. Поэтому это, как бы, совершенно сектантская такая штука, где, если ты самостоятельные мысли в какой-то момент начнешь высказывать, тебя просто из движения выпишут. Вот, но вернемся, вернемся, собственно, к теме социализма, да, то есть, любое социалистическое движение своей целью поставит построение общества, максимально лишенного любых внутренних противоречий, да, то есть, социалисты, они рассматривают наличие, значит, полиморфного устройства на уровне культур, на уровне экономики, на уровне наличия, допустим, разных экономических агентов, если это, как бы, самые левые такие разновидности социализма. Они рассматривают это все как что-то очень плохое и недопустимое. То есть культурная, этническая, социальная, экономическая вариативность, как бы в широком смысле, все это рассматривается как что-то скорее негативное. И поэтому нужно людей всех подогнать под некий единый знаменатель. То есть в ряде случаев это происходит через организацию геноцидов и истребления людей, которые фенотипически как-то отличаются. Причем вот эта дискриминационная политика и политика стигматизации определенных этнокультурных групп, она может быть направлена как против евреев и цыган в случае с интерсекциональным подходом Адольфа Гитлера, который считал, что немецкого рабочего, значит, еврейская буржуазия угнетает и как немцы, и как рабочего. Точно так же это может касаться, например, дискриминационной политики в отношении корейцев, крымских татар, калмыков, как это было в Советском Союзе, ингушей, которых насильственно переселяли. Точно так же это может касаться белых гетеросексуальных мужчин, как, например, в мировоззрении Нихель-Пихель и ее коллег по СЖВ движению. То есть, грубо говоря, представители определенной гендерной, этнической группы людей с определенной сексуальной ориентацией, они стигматизируются, они обвиняются в том, что они являются главной причиной, главными виновниками вот этих вот процессов негативных, вот этого социального или какого-то культурного расслоения, которое в обществе присутствует. И, соответственно, уже они тоже подвергаются дискриминации в рамках этой идеологии. То есть, грубо говоря, что это такое? Это принцип коллективной ответственности. То есть, это когда о человеке судят не потому, кем он является, как личность, с какими-то личностными характеристиками индивидуальными, а о человеке судят как о части какой-то социальной или этнической группы или группе, которая формируется на основе единства сексуальной ориентации. То есть, ты принадлежишь к этой группе и все, и ты уже ответственен за все, потому что ты являешься частью вот этой группы угнетателей. Опять-таки, этими угнетателями могут быть объявлены евреи, может быть объявлена буржуазия, дворяне какие-нибудь, белые гетеросексуальные мужчины, которые во всем виноваты и так далее. То есть, в любом случае, присутствует вот этот элемент принципа коллективной ответственности, который формируется на расовой и социальной основе, во-первых. А во-вторых, элемент стигматизации той группы общественной, которая объявляется ответственной за вот эти негативные процессы, которые в обществе происходят по мнению социалистов. Да, социалистов в широком спектре, да, потому что есть помимо национальных и интернациональных социалистов, которые прославились массовыми убийствами в 20 веке, существуют вот гендерные социалисты. Да, то есть, вот Нихель-Пихель это типичный представитель гендерного социализма, да, то есть, феминизма, который направлен на, значит, реализацию эгалитарной тенденции и построение максимально гомогенного общества, лишенного внутренних противоречий, да. Так что, собственно, ну, политические практики, которым люди эти прибегали, носители таких политических взглядов, когда они обретали политическую власть, эти политические практики, они широко известны. Да, то есть, можете почитать про историю 20 века, да, про расстрельные полигоны, про уничтожение миллионов людей конвейерным способом. Опять-таки, да, вот казалось бы, да, зачем убивать каких-нибудь там еврейских детей или цыганских детей, или, допустим, детей восставшего крестьянства в годы гражданской войны против красных, или там детей дворянских детей. Зачем их убивать? Это же маленькие дети, да, они ни в чем не виноваты. Так в том-то и дело, что с точки зрения, значит, интерсакционального подхода и принципов коллективной ответственности, не важно, кем ты являешься как личность, не важно, какие у тебя базовые личностные характеристики, важно то, какой классовой и этнической группе ты принадлежишь. И именно исходя из этого и формируется отношение к тебе, то есть это принцип коллективной ответственности. Не важно, сделал ты что-то плохое или нет, значит, совершал ты какие-то конкретные преступления или нет, важно то, к какой группе, значит, этнической и социальной ты принадлежишь. То есть в голове, вот в пустых головах вот этих вот замечательных людей, да, вот этих социалистов, в широком спектре, да, от Ленина и Гитлера с одной стороны и до, там, значит, Нихель-Пихель с другой стороны, из современных ЭДЖИ и Дабл, у них в головах это работает именно таким образом. То есть интерсакциональный подход плюс принцип коллективной ответственности. В чате пишут, какие видосы Ежи не сводит, а, Ежи все сводит к коммунизму. Нет, ты на самом деле не понял моей методологии, потому что и коммунизм, и национал-социализм, и феминизм, который рассматривает интерсакциональный подход и принцип коллективной ответственности как свои руководящие и направляющие алгоритмы, это все разные, как бы, это разновидности одной эгалитарной тенденции, цель которой построение максимально гомогенного социума. Понимаешь? То есть и коммунизм, и национал-социализм, и феминизм это одно и то же. Просто в первом случае солидаризация происходит на основе социального и имущественного происхождения, во втором случае солидаризация происходит на основе тождества этнического происхождения и расового, а в третьем случае солидаризация происходит на основе биологического пола и гендерного самоопределения. Но цель одна. Цель — это построение более эгалитарного общества и более гомогенного общества, где люди внутри общества, они максимально похожи друг на друга, и они по максимуму лишены каких-то противоречий. То есть это общество, оно лишено противоречий за счет того, что люди внутри этого общества, они просто больше похожи друг на друга. Поэтому проблема не в коммунизме. Коммунизм это одна из разновидностей этой эгалитарной тенденции. Но таких разновидностей может существовать сколько угодно. В какой-то момент люди могут начать солидаризироваться по знаку зодиака и сказать, что львы и скорпионы угнетают козерогов. Поэтому все, у кого знак зодиака козерог, они все должны объединиться для того, чтобы свергнуть диктатуру других знаков зодиака. Это не важно. Не важно, на какой основе солидаризируются дегенераты и социалисты. Важно то, что их руководящей идеей является интерсекциональный подход, принцип коллективной ответственности и желание построить максимально гомогенизированный социум. Это важно. А какими принципами они руководствуются, кого они хотят убивать, белых или черных, слишком богатых или слишком бедных, это не важно. Это на самом деле не важно. В любом случае политические практики, которые будут избраны, когда и если представители этого мировоззрения, этой мировоззренческой системы в их руках окажется политическая власть, в любом случае речь будет идти об уничтожении людей конвертным способом. Потому что не важно, кого ты делаешь ответственным за угнетение. Это евреи или это белые гетеросексуальные мужчины, или это буржуазии, или это еще кто-то. Если в твои руки попадет политическая власть, будет много крови, очень много крови. И это не менструация, говорю я, глядя в лицо нихель-пихель. Система дискриминации. Я насрав собі в шаровар, танцую цей боевой гопат. Бувало таке, звісно, раніше, але сьогодні щось тут не так, щось тут не так, щось тут не так, щось тут не так. Щось тут не так.